Всем йоу, чуваки! С вами я, PandaFX, и сегодня на моем канале будет, о боже, легендарная рубрика «Битва составов». И сегодня у меня в гостях Супер Стас. Одноклубнику привет! Одноклубнику! Одноклубнику, да, вы можете видеть по этой формочке, наверное, что я теперь представитель команды Fight Club. Официальный представитель, никакой тут. Официал, официал. И не просто игрок, так еще и капитан, по крайней мере, на одну игру точно, да. Ну еще не точно, но почти точно. Так, что значит не точно? В общем-то, следите за всеми новостями по клубу у Стаса на канале, переходите к нему, ссылочка будет в описании, к нему также записали ролик, обязательно гляньте. И, в общем-то, сегодня у нас будет битва составов на самого лучшего игрока FIFA 20. А кто это может быть? Это Кент, твой Кент, мой Кент, Кент всех чуваков. Это Кент, который для всех хочет быть хорошим Кентом. А кто это у нас тут спонсор такой хороший? Компания OnX, ребят, конечно же, не могу вам о них не напомнить, тем более сегодня матч Лига Чемпионов наконец-таки возвращается. Если Барса будет играть против Наполи, как обычно, по закрепленному комментарию, вы можете сделать ставочку или же воспользоваться моим QR-кодом. Также, ребята, не забывайте про мой личный сайт с продажей монет, ссылка будет в описании. 174 матча я за него отыграл, 44 гола, 50 ассистов. Классная стата, учитывая, что это самый популярный суперсаб в этой игре, поэтому если вы в начале игры собрали его, то вы наверняка счастливы. Но сегодня у нас будет необычная битва составов. Фишка в том, что тот, кто проигрывает, квикцелит нахрен этого Кента. Кстати, я хочу сказать, что мне будет обиднее, потому что ты сыграл сколько за него? Ну, короче, около 200 матчей, извините. А у меня 485. В общем-то, мы готовы, я думаю, ты тоже готов, начнем выписывать игроков. Да, да, готов. Если честно, я хочу сказать, нужно возвращать вот эту фишку во все битвы составов, даже вот в новой фишке. Конечно, это, ну, по-моему, это интереснее. Ну да, это интереснее играть. И я покажу первую свою бумажку, два игрока, которые появились. И, честно говоря, я думаю, я угадал. Думаешь, да? Ну, учитывая твою любовь, вот, получать все вот эти летние карты, я думаю, я угадал. Так, вот этим ты меня сейчас немного напугал, говоря про летние карты, потому что у меня действительно есть одна карта. У тебя в сторисах просто все летние карты, поэтому я не удивлюсь, если какая-то из них летняя. Ну, кажется, ты меня раскусил. У меня на позиции форварда стоит Решфорд и справа Джеймс. Ну, Джеймса я выписал. Когда я увидел, что там есть такая карта, я его, естественно, выписал. Ну, и странно, да, я себя просто Джеймса выписал, не выписав Решфорда сперва перед этим. Ебать, ты реально двух не убил? Я двух просто не то, что убил, а вот шведой в бошку за хуя. Бля, я столько вариантов продумывал, но это был вот... Блядь, пиздец, найс сначала, блядь. Просто два бронзовых бича, блядь, я вахту. Ну, зато у тебя есть кент. Я хочу с ЦП начать, потому что, скорее всего, есть вероятность, что форварда ты мне выписал. На ЦП у меня стоит богом забытая карта у меня. Вот я его как собрал, не один... А, вот один матч за него только сыграл, а собрал я его хуй знает в каком году, блядь. Футмос, карточка Эвертона Делф. Блядь, 81 рейтинг ставишь, серьезно, блядь? Братан, она, ну, типа она же... Наконец FIFA уже, блядь, нужно норм пацанами играть. Там у всех 90+, а он, блядь, 81 ставит. Да кто, кроме тебя собирает эти карты? Ты дальше дослушай. Не, у меня остальные охуенные. Алё. Варди у меня стоит в нападении. Я тоже Рэшфорда выписал и Хендерсона. А Хендерсон у меня был, кстати, панды. Что расстраивались? Чего расстраивались? Чего расстраивались? Не расстраивался, блядь. Бодрей, да я, блядь, так долго думал, блядь, кого поставить. В итоге, блядь, ну, это, блядь, победитель по жизни. Я поставил своих игроков. Не знаю, насколько очевидно я это все сделал. Ну, давай показывай снова листочек. Показываю снова листочек. Как понимаешь, я никуда из опелки не уходил. Те слева или справа начать? С центра давай. Там француз стоит. Это не Канте. И это даже не Погба. Это Ндомбеле 93. Справа снизу стоит Сисока. Слева стоит Уэйн Руни. Вот такой треугольничек у меня получается. Как ты понял, я уже мог делать даже что хочу. На ЦП у меня стоит карта, которую я тоже собирал в СБЧ. Это игрок 93. ПСЖ вот так он показывает. Говорит, блядь, ну, ты что думаешь, блядь? ГАЕ! Да все, я понял, что я уже обосрался. А, ну... Мбаппе. Мбаппе 98 у меня, Тотти. Могу себе позволить еще на 5 игр. Ну и Димария. У меня стоит вот так вот. Передает всем привет. Братва, ПСЖ, летс гоу. Вместе с Делфом. На самом деле я почему-то подумал, что ты захочешь меня обхитрить и поставить того же самого Хендерсона. А то я тебя не обхитрил, сейчас ГАЕ поставил. В общем-то, как ты понимаешь, я стрелял только в одну позицию. Я понимаю, блин, что ты стрелял только в БЛЗ, скорее всего, да? Да, да. Вот я выписал этих чуваков. Ну, там два нормальных только варианта было. Ладно, я тогда с ПЗ начну. На ПЗ у меня стоит просто непробиваемый Семедо. Хорош. Хорош. Блядь, ты его выписал. А знаешь, блядь, если ты его выписал, почему ты его угадал? Потому что ты, блин, вот меня запайтил, чтобы я... Я на самом... Ладно. Короче, или, блядь, Люк Шоу, или как его правильно? Шоу. Ну да, и вот его убираешь. А Семедо? Семедо оставил, блядь. Я выписал Чилвила и Шоу. С одной нацией я выписал игроков. А, ну на позиции ПЗ у меня стоит Александр Арнольд. Ты его угадал, нет? А на ЛЗ? А на ЛЗ у меня стоит Брайн. Какие? Ты не угадал Брайна, серьезно? Подожди, ты че, дальше, блядь, по АПЛ пошел? Не, Брайн это игрок из чемпионшипа. А какая-то желтая оранжевая карта, блядь? Да, 94 жетенки. Сука, я на него смотрел, ну, думаю, блядь, да нахуй кому сдался? А как ты его, линь, давай, собрался, блядь? Ну я тот человек, который всякую залупу собирает. Блядь, а как ты поставил этого из Ливерпуля, блядь, на ПЗ? Ты... А как ты дальше будешь? У тебя лигу менять надо. Почему? У тебя же дверь. Ты следишь вообще? Блядь, понятно. В смысле? У тебя Кент, все из АПЛ, и вот, а, ну сейчас... Блядь, Уэйн Руни из чемпионшипа. А, ебаная уже, блядь, все, ладно? Доброе утро, блядь, сам себя загнал. Я выписал Лалу и Дина, или Динь, как правильно? Чего? Лалу и Диня? Ну в смысле, там у Лала охуевшая карта. Я думал, ты через Пагба пойдешь на Лалу, и типа дальше у тебя будет... Динь, а, Динь, он из АПЛ, да? Блядь, короче, мне сейчас повезло, тупо, что ты думал, что Руни из АПЛ, да? Пиздец, блядь, ебать, я... Ебать, вот этот ФЛ, блядь. Как бы там ни было, я рад, что все так произошло. Вот сейчас будет интересно. Так, ну что, финалочка, да? Финалочка, да. Финалочка, финалочка. Давай, я тебя просто перечислю. С каких позиций ты начнешь? Начни с позиции... С воротаря. Тут у меня стоит испанец, Пао Лопес. Знаешь, такого? Ну все, пизда, ты. Слева Смоллинг, справа Волкер. Блядь, понятно. Блядь! Я сам себя перенаебал, получается, просто, блядь. Я выписал вот эту Тодз Уайт, Тодз Карта, блядь. Да, я думал, да, над ним. Выписал СБЧ Голмеза из Ливерпуля. И ебучего Попа Белого. О, Попа я тоже думал. Я мог Попа тут поставить, но я подумал, что ты, блядь, запомнил то, что я сказал, что это лучший голкипер в игре. И поставил Пао Лопеса. Сука. Хорошо, я спас свою задницу. Я думал, короче, вот про этих ребят, я их зачеркнул и поставил вот такую троицу, не знаю. На самом деле, я себя чуть-чуть, блядь, вот загнал в конце тут тоже. Я думаю, как минимум, одного ты мне отстрелишь. Именно вот из партнеров Семету. Ну, хуй знаю, там три варианта было, чувак. Ну, ты мог все три выписать. С каждой стороны по одному устрелим. Да, ты, конечно же, Терштегина выписывал, чтобы, если что, не попадать в него. Окей. Короче, я из трех защитников Барсы решил взять менее, ну, играбельного, можно так сказать, якобы. Это Умтити. Что еще? Нету на воротах у меня, ну и на ЦЗ у меня тоже стоит англичанин Уолкер, 87-й. Серьезно? Ну да, мы одинаково, видишь, мыслим. Одного я угадал, действительно, это Умтити. Ну, это Умтити, блядь, сука. Бля, ты Умтити выписал вместо Ленглей Пике? Да, 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 да. Я так и знал, что ты будешь так мыслить, блядь. Возьму самого неиграбельного. Блядь. Но я по-другому себе видел картину, я поставил рядом с ним Канте, ЦЗшник, у него карточка, если я думал, ты его поставишь на воротах, я решил поставить Манданда, типа такой треугольник из французов. Да, он у меня есть, розовый, да? Да, 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 я думал, ты треугольник из французов сделаешь. Да, ты мог поставить Ленглей, выписать очевидного, но я пошел по неочевидному. Но с Уолкером хорошо, с Уолкером хорошо. Блядь, ну то, что у нас у двоих есть Уолкеры, это интересно. Пойдем рубиться за право жизни Кента. Жизнь Кита важна, поэтому я буду стараться. Ну и также, ребята, не забывайте про промокод PANTOS, который даст вам уверенности на старте. Итак, пацаны, собрал я этого Брайна всего лишь на один матч. Но какой матч? Насколько он важен? 94 рейтинг. Надеюсь, этот пацан у меня затащит, иначе я посмотрю на эту великолепную анимацию. Вот она. Слушайте, дизайн прям охерительный. Эти вот розово-салатовые, фиолетовые цвета. Очень круто смотрится. Итак, в общем-то, чуваки, вот так вот выглядит мой состав. Я нашел двух бронзовых бещей, у которых скорость 90 и 94 соответственно. Будет хорошая проверщика для них. Но в целом, вся остальная команда выглядит круто. Посмотрим, что из этого выйдет. Кстати, ситуация похожа на мою, знаешь, я к вам перешел сейчас в команду. У вас типа все типы нормы играющие, а я типа такой бронзовый бомж в атаке. Ну, я бы не сказал, все хорошо играют. Ты вообще-то на мою позицию пришел, а я знаю, что... Не, конечно, чуть-чуть, чуть-чуть. Так, мы с тобой это проверим на поле. Давай запишем с тобой крутой челлендж. Кстати, ребята, как вам идея? Если вам понравится эта идея, давайте 15 тысяч лайков наберем и какие-нибудь комментарии отпишите по поводу того, интересно ли вам посмотреть на нашу дуэль на реальном поле против Стаса. Ну, это пацан на каратэ два дня походил и уже для драться зовет, блядь. Ну, блядь! Знаешь, а я тоже похожу на футболку. Давай, давай, походи. Да проверим, проверим. Хорошо, хорошо. Ну, все, желаю тебе удачи, друг. У меня два бронзовых бича в атаке. Надеюсь, они подорвут тебе сраку. Бля, у меня получается вратарь на шестерке и ЦЗ-44. Ой, в какой вселенной это имело значение? А, кстати, ты помнишь, что мы на Квикс? Бля, пожалуйста, наделайся этого финта. Давай, вот, давай, я не буду труда, просто наделай. Ой, ой, бронзовый бич летит. Да, мы на Квиксовым грамм, напоминаю. Вот кинтяра. Эй! Эй, мать, что это? Это что было, блядь? На, закинь там! Ой, 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 ой! Пау Лопес. Жопаясь, блядь, ой. Ты помнишь, да, что у него левая 5 звезд? Эль ты случайно ёбнул левой? Нихуя я так и планировал, смотри, домашка. Бля. На, нахуй! На, на! На, на! Да что? Лупец, Пау Лопес, ты это видел? Там, бля, сейвов 20 было, не меньше. Посмотри, ушел, ушел. Финь. Бля, ебучий кент. Ой, ой, ой. тест пау лопаса чисто знаешь бы вывезет он один для свою атаку или нет блять свалить себе свою зону для смолин к реальности бить бля мне нехорошо значка ты для в атаке стоишь контроль контроль контролем контрю 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 не контролю контрю контролирует все я играю как я блять вот охуенно умею да игра как хочешь мощенки вопрос спасибо да это пизда папа папа хорош пиздец брайан у тебя статы все хуен ски и блять я собрал тебя ради одного матча покажи что ты лучший из лучших лучший блять из лучших брайан не зря я его собирал и глист великий глист бронзовый бич забивает гол 20 какие вещи происходят на этом стадионе сегодня ночью стас как вас там дела вы что-то притихли алё питер питер я вас не слышу как вы относитесь к тому что вам забивает бронзовый бич скажите пожалуйста спокойно спокойно ладно держите нас в курсе 62 рейтинг 60 удар играем дальше блин это заебежит этими вот знаешь забегами да все я выиграю я хочу играть блять чувак брайан легендарный брайан ты что забыл про него стри как он играет это просто машина бля лучший лз в этой игре осады ты ебать играть на ту смотри вот я делаю вот так там делаю вот так здесь я также планировал до этого вот так вот почему я так не играл на кубке фиферов блять на спокухи распасовываю хорош дайдем сеньор один бассейнер блять бронзовый бич сеньор помидор блять 20 это конечно не показатель ой дом биле игроков находится на его половине по расскажи мне что 2 то ладно все таки я возьму в руки джойстик какие разговоры но тянет время да блять надо как-то из защиты выбираться влияет охуяна интересно я бифу блять ладно на игра фифу он это шведой ебанул ты что ты делаешь бать уэйн руни сеньор блять что это за игроки у тех это бродовый сеньор и блять ай блист мог делать дубы туда ну неплохо ну хорошо вот знаешь на своей половине поле улежаваться это конечно хорошая тактика но ты проигрываешь 2 0 как бы в моем случае это еще имело смысл ой да ну блять да пожалуйста что идите нахуй просто блять ну как блять читать овощи не чувствую брать не чипа единого типа я не что это две перекладины пиздец меня вселился дэнчик фломастеров я просто выносят команды с двумя бронзовыми игроками вот так я так а у меня нету бронзовых игроков но один блять два а у тебя два что хотел сейчас делу можно неймара выпущу ладно все все давай 75 контент я тебе сделал дальше блять сам я гол забивать я гол забивать смотрим позиционка позиционка позицию блять блять борди хорош юб твою блять ну я у тебя какой-то новый словарь там отгрузы да блять я уже просто блять я слишком да подожди ты пиздец меня запросил подожди я из защиты выхожу и спорт бля охуенно вот так играть зачем вы игрокам позволяет так играть реально и спорт сделайте какой-нибудь жесткий прессинг за и вот ты чате за бюс начал блять и ты нажимаешь куда кнопочку тебя и бать вся команда бежит блять и замена же выбегает расчетом 3 и выжить болезнь и все просто на одного игрока бегут кого мячки давай хотя бы блять я уже прощание крикают по-любому уже так что так что ты думал и бать кент еще бля что это за сольный проход в стиле роналди или марадон и кто там ебать забей да и блять ну почему сейчас блять но это хорошо ну почему сейчас блять это было на последнее то едино ну ты зато красивый голосами но она я в конец наш тоже 1 1 1 1 2 ногой дышал левый писал там головой я думал вообще не офисе поэтому так на дом бери у меня лучший игрок лист забил гол брайан правильно ребята у меня дачу у меня ничего у меня нихуя блять не получилось я хочу просто хотя бы посмотреть хотя бы в створ я бил где но что-то бил и штанги была твой на руне блять крутой матч ну такие конечно хорошим такие если бы не мой сольный проход в конце я думаю этот матч был бы ну как обычно ну да тут хоть какая-то изюминка есть кент ты был мне как кент но больше ты мне не кет поэтому мимо цитата на века бляда да кентаки кентабля аж и шпорс переспрашивает вы уверены я уверен двое друг лучше чем один старая славянская поговорка понятно блять в общем это тоже вырежет спасибо за то что скачу ко мне на канал увидимся уже на футбольном поле ребята про 15 человек не забывайте мы готовы сразиться игра была равна принципе хотя нет что игра была на моей стороне я мог там были эти 5 голов и 6 забивать но я кстати правильно игра была на моей стороне называй это как хочешь но брайан легенда канала помните все ребята всем спасибо спасибо стас ссылка бы в описании переходите и подписывайтесь стас классно всем пока спасибо спасибо